Эта заповедная земля Сергиево-Посадского района освещена памятью о Сергии Радонежском. Считается, что преподобный родился и жил именно здесь. Поэтому еще в прошлом веке культурный ландшафт было решено сохранить. В 1984 году началось проектирование зоны охраны древнего города Радонеж. Через два года проект утвердили в Московском областном исполнительном комитете. И до недавнего времени сакральное место, как его называют светило истории, было неприкосновенным. В 2007 году высокопоставленные чиновники Сергиево-Посадского района незаконно отдали под коттеджную застройку более 200 гектаров заповедной территории в придачу с объектами культурного наследия. А их на этой земле более 40. Первыми запротестовали историки. Я не хочу там видеть современные дикие коттеджи новых русских. Мне они будут мешать. Эта земля, которая освещена жизнью и памятью о Сергии Радонеже, конечно, должна рассматриваться в качестве объекта наследия. Для меня это совершенно бесспорно. С юридической точки зрения это совершенно неправомерно, поскольку в 1960 году был установлен как памятник республиканского значения крепость Радонежа. На недовольство людей закрыли глаза. Коттеджи росли один за другим. И вот на сегодняшний день уже застроено 30 гектаров заповедной земли Радонежья. За последние 4 года областным министерством культуры в адрес местных властей было направлено более 300 заключений, запрещающих стройку в охранных зонах. Но районная администрация игнорировала и это. В настоящее время компетенция по хозяйственному освоению этих территорий находится сугубо на муниципальном уровне. На уровне муниципальных районов и поселений. Однако, должен отметить, что, к сожалению, до настоящего времени на этих территориях не установлены, не утверждены генеральные планы и не установлены правила землепользования и застройки. Что позволяет, позволяет принимать в том числе необоснованные решения по освоению в том числе исторических ландшафтов, природных и исторических территорий. Иначе говоря, кто-то очень высокопоставленный, воспользовавшись брешью в законе, подготавливал нужную документацию и оформлял кадастровые паспорта на земельные участки в заповедной зоне. Теперь в ситуации разбираются следственные органы. Оперативники ФСБ уже выявили 9 руководителей Сергиево-Посадской районной администрации, замешанных в махинациях с заповедными землями Радонежа и музея-заповедника Абрамцева. Список любопытный. Экс-глава района, его предшественник, бывший исполняющий обязанности главы, бывший замглавы, а также главный архитектор администрации района и заместитель районного главы по земле и имуществу. В Министерство культуры поступают факты о том, что на муниципальном уровне принимались решения об изменении вида разрешенного использования или о выдаче разрешительных документов на строительство еще в последние годы. Это, конечно, должно стать предметом отдельного разбирательства. Чтобы подобное впредь не повторялось, областное министерство культуры совместно с федеральным подготовило специальный проект с целью отображения памятников Радонежья в государственном кадастре. Ведь, чтобы решить проблему раз и навсегда, необходимо четко определить границы каждого объекта охранного наследия, а также режим территории, на которой он находится. Игорь Курасов, Ирина Пантелеева, Новости Подмосковья.